Всем привет! В сегодняшнем видео я покажу, как проще, правильнее и дешевле переводить криптовалюту между разными кошельками. Я буду использовать два разных кошелька на бирже Binance и на бирже OKEX. Если вы используете какой-то другой кошелек, допустим, внебиржевой кошелек, то суть перевода практически ничем не отличается. Если вы поймете, как переводить между биржами, то вам не составит труда перевести любую криптовалюту между любыми кошельками. Итак, давайте начнем. Переводить я буду с биржи Binance на биржу OKEX. Использовать я буду криптовалюту USDT. Это аналог цифрового доллара. Цена его привязана один к одному к доллару. И поэтому эту монету гораздо проще переводить между биржами или же переводить для оплаты каких-то услуг, или же оплаты каких-то товаров. Почему проще? Потому что цена ее стабильна и за время перевода ничего не меняется. Допустим, если вы хотите вывезти биткоин, то перевод биткоина может идти около часа, иногда и больше. И за это время цена его может измениться. Ну, допустим, вы высылаете биткоин, когда цена оба 60 тысяч, когда он доходит адресату, он уже как бы подешевел, там стоит 59 тысяч. Ну и будет какая-то уже неувязка, да. То есть оплатить, допустим, товар вы уже не сможете за биткоин, потому что цена поменялась. Ну вот такой вот, примерно. И, в принципе, даже когда вы вводите криптовалюту или же покупаете, то проще делать это в USDT. То есть это удобнее гораздо и считать удобнее. Так, давайте перейдем к самому переводу. Для того, чтобы перевести, нам нужно знать адрес получателя. В нашем случае нам нужен адрес с этой биржи, то есть куда мы отправляем вообще. Здесь есть кнопка «Пополнить». Нажимаем. И здесь мы видим наш адрес. Вот он. Я думаю, многие заметили, что когда переводите криптовалюту, есть разные сети для перевода. Ну, давайте нажмем кнопку «Изменить». Выберем эту монету. И здесь мы можем выбрать несколько сетей. Вот TRC-20, ERC-20, вот еще какая-то сеть, сеть Solana, сеть Polygon. Он, как бы, неважно, какую сеть вы выберете, главное, чтобы эти сети совпадали на одной бирже и на другой бирже. Если я здесь хочу вывести, нажимаю вот «Вывод», здесь у меня тоже есть различные сети. Вот. Сеть BNB, BSC, ETH, Solana, TRX. В основном все пользуются сетью Tron, TRX. Переводы идут практически моментально, то есть минуты две, иногда меньше занимает перевод. Комиссия обычно 1 доллар, раньше вообще не было комиссии. Но сейчас она 1 доллар. Самый дешевый перевод будет вот в этой сети. Но, к сожалению, вот эта сеть BSC, BNB, они используются в основном только Binance и кошельками, которые разработал сам Binance. То есть другие биржи, другие сторонние кошельки, они не поддерживают эту сеть. Поэтому я рекомендую выбирать вот эту вот сеть TRX и ей пользоваться постоянно. В основном на всех биржах она выбрана по умолчанию, так же, как и здесь была. Ну вот мы ее находим, выбираем, нажимаем «Продолжить». И вот мы видим наш адрес. Вот это вот адрес, на который мы будем высылать нашу криптовалюту. Этот адрес, он привязан именно к конкретной монете USDT на сети, на блокчейне TRC20. То есть сеть, блокчейн это одно и то же. И если мы возьмем этот адрес и попробуем высылать сюда какую-нибудь другую криптовалюту, ну допустим, тот же самый Биткоин, то мы все потеряем. То есть деньги зависнут, они как бы отправятся, скорее всего, может даже и не отправятся, но точно не придут к вам по адресу. Так, давайте будем переводить. Нажимаем кнопку «Вывод». Вставляем сюда наш кошелек. В принципе, система автоматически сейчас определит, что это сеть TRC20. Ну вот видите, выбрала мне два варианта Solana и TRC20. Ну мы выбираем TRC20. Теперь мы выбираем, сколько мы хотим переслать денег. Ну давайте, допустим, перешнем 6000 USDT. Комиссия за перевод составит 1 USDT. Вот она вычтется с этой общей суммы. Не важно, сколько вы будете переводить. Если вы переводите 10 USDT, вы заплатите 1 USDT. Если вы переводите 6000, вы заплатите 1 USDT. Даже если вы будете переводить 6 миллионов, вы все равно заплатите 1 USDT. То есть комиссия, она фиксированная и не увеличивается или же не уменьшается при изменении суммы перевода. После того, как мы проверили адрес, чтобы он совпадал, обычно я проверяю последние две и первые две буквы. Заходим на эту биржу, проверяем. Так, все есть. Все правильно. Здесь мы нажимаем кнопку «Вывод». После того, как мы ввели наши подтверждающие пароли, нажали кнопку «Подтвердить». А мы видим такое окошко. Иногда мы его видим, иногда нет. Написано, что ваш запрос на вывод средств займет около 12 часов. На самом деле, никогда столько долго времени он не занимает. Поэтому можно на него не обращать внимания. Нажимаем «Завершить». Ну и все. Теперь мы можем посмотреть. Вот наш перевод. То есть это уже история перевода. Видно, что он в процессе. То есть там подтверждений еще нет. То есть он еще не обработан сетью самого. Ну, в нашем случае ТРЦ-20 – это сеть трона. Также можно зайти на биржу ОКЭКС и проверить, есть ли поступление здесь. Давайте обновим. Здесь мы видим историю наших пополнений. Ну, историю пополнений, историю выводов. Так, смотрим. Еще деньги не пришли. Ну, давайте подождем. Посмотрим, сколько это займет времени. Обычно это занимает минуты-две. Пока мы ждем, давайте я расскажу про переводы в других сетях. Допустим, в сети биткоина. Давайте поговорим о том, какие там комиссии, чтобы наглядно показать, насколько дорого переводить в биткоине. Так, здесь у меня на счету биткоин. Нажмем кнопку «Вывод». Выберем сеть биткоина. И мы увидим, что перевод в сети биткоина в данный момент стоит 0.005 биткоина, что равняется 28 долларам. К примеру, мы перевели в сети ТРЦ-20 за 1 доллар. И то есть неважно, сколько вы будете переводить биткоина, вы все равно заплатите 28 долларов. Поэтому, если вы переводите небольшую сумму, допустим, 100 или 200 долларов, то вам проще зайти на саму биржу и обменять там ваш биткоин. Ну, допустим, на счету у вас биткоин есть, вам надо вывести его. Вам проще обменять ваш биткоин на USDT, то есть продать ваши биткоины и перевести деньги именно уже в USDT. А потом на другой бирже, если вам вдруг надо там биткоин, купить за эти деньги то, что вы хотите. То есть вы сэкономите на ровном месте 28 долларов. Ну, как бы немаленькая сумма. Так, давайте посмотрим, может, уже дошли наши деньги. Понавляем, да, вот, смотрите, деньги уже пришли. Вот, на счет поступило 6000 USDT. Это все заняло около двух минут. Ну, как бы сам процесс перевода занял около двух минут. То есть теперь мы можем отследить нашу транзакцию, можем посмотреть ее в блокчейне. Вот этот вот адрес TXID. Иногда спрашивают во время, когда вы выводите деньги. Вот именно эти обменники просят для подтверждения скинуть TXID. Вот TXID, вот он называется. Вот такой вот код длинный. Здесь мы видим, что вот наш хэш. Это и есть TXID. И мы отправили вот столько вот денег с адреса владельца на адрес получателя. Надеюсь, видео было вам понятным и полезным. Всем спасибо за внимание и удачных сделок.